Добрый день! В эфире телеканал НТС Новости в студии Елена Яковлева. Вопрос в повестку дня не внесли. Депутаты отказались рассматривать состояние и ход расследования в отношении Умурбека Бабанова. Пригласить на заседание Джугурку Кенеш руководство ГКНБ и Генпрокуратуры снова потребовали депутаты Республики Ататюрт. Максат Сабиров, обратившись к Турага, достану Чумабекову, напомнил ему о регламенте, согласно которому обсуждение этой темы должно было быть перенесено на сегодня, так как накануне сделать это палата не успела. Несмотря на то, что к четырем часам дня вчера в зал уже прибыли представители Генеральной прокуратуры и ГКНБ, в это же время появился и премьер-министр Мухаммед Калай Аблагазеев, который внес внеочередности на утверждение кандидатуру Бактагульджейнбаевой на пост министра финансов. На вопрос в Вене записалось более 30 депутатов, что таким образом сделало рассмотрение ранее утвержденного вопроса невозможным. Сегодня же ряд депутатов от Республики Ататюрт потребовали поставить вопрос на 11 часов, но парламентарии, присутствовавшие в зале, не поддержали это предложение голосования. За выступили 23 депутата, против трое, при этом всего было зарегистрировано 95 депутатов. Уже после того, как результат голосования был выдан на табло, многие заявили, что не поняли, по какому вопросу голосовали, а повторно ставить на голосование этот пункт не стали. Дастан Артисбекович, вчера этот вопрос оказался последним в повестке и остался нерассмотренным. Мы хотели заслужить информацию Генпрокуратуры и ГКНБ по делу Бабанова. Прошу сегодня этот вопрос поставить на 11 часов. Да, вы вчера поднимали этот вопрос, но по регламенту его сначала должны рассмотреть в комитетах, и только потом палата рассмотрит его. Дастан Артисбекович, мы тоже читаем законы. Вчера мы предложили, проголосовали за этот вопрос. Палата поддержала, все законно. Палата может рассматривать его. Не стоит опасаться этого вопроса. Общественность следит за нами. Избиратели ждут. Нужно пригласить руководство Генпрокуратуры и ГКНБ и уделить этому вопросу хотя бы полчаса. Уважаемый спикер, вы говорите про регламент, но этот вопрос был решен еще вчера большинством голосов. Его рассмотрение было перенесено на сегодня, так как вчера не успели. Прошу вас назначьте время для его рассмотрения. Всего полчаса. Парламент от этого не пострадает. Сейчас во всех средствах массовой информации обсуждается вопрос Бабанова. Все говорят, что нужно дать этому делу политическую и правовую оценку, чтобы впредь такое не повторялось. Дастан Артисбекович, вы сами вчера нарушили регламент. Мы вчера еще в 16.00 должны были рассмотреть этот вопрос. Но вы решили, что в это время мы должны рассматривать вопрос назначения министра финансов. Мы согласились, подождали. А сегодня вы говорите, что все должно быть по регламенту. Вчера мы все сделали по регламенту. Вы теперь сами нарушаете регламент. Но мы даже на это не посмотрели. Из уважения к вам. А сегодня вы обвиняете нас. Якобы мы нарушаем регламент. В первую очередь вы, спикер, должны соблюдать регламент. Поступило предложение от фракции Республика Таджурд о том, чтобы к 11 часам пригласить руководителей соответствующих органов. Для заслушивания информации по делу Мурбека Бабанова ставлю вопрос на голосование. За 23, против 3. Присутствовало 26. Регистрацию прошли 95 депутатов. Предложение не прошло. Вопрос уголовного преследования у Мурбека Бабанова пора рассмотреть без оглядки на политику. Об этом после интервью Алмазбека Тамбаева заговорили депутаты парламента. Факты, озвученные экспертами, после заявления в Онадыре указывают на невиновность бывшего лидера партии Республика. А значит, следственные органы должны принять решение в рамках закона. Подробности в нашем следующем сюжете. Заявление о политических гонениях оппонентов из уст экс-президента – достаточные основания для пересмотра дела у Мурбека Бабанова. В этом уверены уже не только сторонники экс-лидера партии Республика. Сегодня в парламенте и его кулуарах все чаще стали звучать предложения призвать к ответу следственные органы, выполнявшие указания прежнего руководства. Если информация о давлении на следствие подтвердится, это станет основанием для нового расследования. Парламент не должен прятать голову в песок. Нужно рассмотреть все. В словах экс-президента Алмазбека Тамбаева озвучены факты политических гонений. Поэтому все его заявления должны быть изучены. Сегодня уже есть основания проверить дело Бабанова, не глядя на политику. Поэтому следственные органы должны проверить все факты, озвученные бывшим президентом. Под проверку со стороны следователей должны попасть все фигуранты этих политических заказов, считают ряд парламентариев. В том числе и следователи, которые намеренно игнорировали результаты экспертиз и те, кто давал необоснованное заключение, на основании которого и было состряпано это политическое дело. Была работа филологической лингвистической комиссии, которая признала в выступлениях, не обнаружила каких-то розных слов, которые призывают к розни. После этого руководители этой комиссии освободили от должности, грубо говоря, стояли на улице, создали новую комиссию, которая признала наличие элементов межнационального розы, на основе которой уголовное дело сейчас ведется. В заявлении прошлого экс-президента Тамбаева о том, что он давал прямое указание руководителю правоохранительных ведомств о гонениях на одной из кандидатов к президенту Бабанова, стоит внимания следствию. На мой взгляд, следствие должно вызвать Тамбаева и получить подтверждение, что он участвовал в возбуждении уголовного дела и лишении его депутатского мандата. Если это так, то это будет политическим преследованием или каким-то... В любом случае, это будет преследованием. И за это тот, кто организовал, должен нести уголовное ответственность. В ситуации, когда исполнительная власть не в силах обеспечить справедливое расследование, а судебные органы не могут гарантировать честное и беспристрастное разбирательство, расставить все точки над «и» должны законодатели, говорят эксперты. Обсуждение политических преследований – это как раз тот редкий случай, когда вмешательство Джигурку Кенеша в деятельность правоохранительной системы было бы полностью оправданным. Что остается думать? Наверное, действующий парламент просто не способен адекватным образом отреагировать на те резонансные события, которые могут иметь очень такие большие, в том числе и нежелательные последствия. Почему парламент не берет на себя, так сказать, ответственность, если нужно будет удар на себя и сделать политическое заключение в виде принятого постановления, рекомендации, скажем, на честь правоохранительных органов. Потому что что народ хочет сейчас? Народ хочет, чтобы все было открыто, было исследовано, дали оценку, значит, и стабилизировать обстановку, которая сейчас каждым днем все больше и больше напрягает народ. Вернутся ли депутаты к обсуждению этого вопроса снова, аналитики прогнозировать не берутся. Сторонники Омурбека Бабанова, как в парламенте, так и вне его, настаивают на том, чтобы законодательный орган дал политическую оценку произошедшему. Это нужно хотя бы для истории, которая в будущем покажет истинное лицо как депутатов, так и экс-президента, как гарантов стабильности в обществе. Игорь Потанин, Эрлан Кемельбеков, НТС. Дело в отношении Молдумусы и Кунганцеева возобновят. Генеральная прокуратура, изучив ход следствия, отменила решение ГКНБ по этому вопросу и заключила, что главное следственное управление Госкомитета должно вновь взяться за расследование. О том, что за отсутствием состава преступления ГСУ прекратило уголовное дело в отношении бывшего министра внутренних дел стало известно летом этого года. Как выяснилось, ходатайство о прекращении внес адвокат Играмид Динаид Кулов. Дело на Кунганцеева, напомним, возбудили после событий 6 и 7 апреля 2010 года. Его обвиняли по статьям «Превышение должностных полномочий» и по статье «Халатность», а именно в части его ответственности за применение в отношении граждан огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов. Похитили, избили силы и заставили взять на себя долговые обязательства после обращения пострадавшего в милицию двое мужчин были задержаны. По данным ГУВД Чуйской области, 32-летний гражданин, придя в одно из отделений, рассказал сотруднику милиции о том, что 7 декабря четверо мужчин прямо на улице с силой затолкали его в автомобиль. Вывезли в поле, а после избив заставили встретиться с руководителем какой-то фермы. В офисе этого ОСО мужчину, пригрозив ему физической расправой, вынудили подписать документы, согласно которым он теперь будет должен крупную сумму в размере 700 тысяч сомов. После того, как он поставил свою подпись, его отпустили. Однако пострадавший, несмотря на угрозы, все-таки решился прийти в милицию, где и рассказал о случившемся. Оба задержанных выдворены в СИЗО на два месяца. Смертельные жертвы и получившие тяжелейшие травмы в результате нескольких ДТП за последние два дня. Одно из них произошло на 307-м километре автодороги Бешке-Кош около 6 утра. Автомашина Митсубиси Делика врезалась в грузовой Мерседес. Трое шестерых пассажиров Делики скончались. Все они были гражданами Чаткальского района. И еще одно автопроисшествие случилось в Московском районе Чуйской области. Внедорожником марки Ниссан, как сообщается, управлял глава Петровского Айлок Мэту. В этой машине ехало трое пассажиров. Другой участник аварии микроавтобус Мерседес Бенц. В нем было шесть человек. Очевидцы утверждают, что джип двигался по своей полосе, а вот бус выскочил навстречку. Несколько человек получили различные травмы, в том числе и глава Петровского Айлок Мэту. С его слов, микроавтобус на гололеде не справился с управлением. После оба пытались уйти от столкновения. Но в итоге обе машины сильно повреждены, а люди пострадали. И на этом у нас пока все. Смотрите наши следующие выпуски новостей. Я же с вами прощаюсь. До свидания.